Это итоговый выпуск программы День с толком. В студии Ирина Корчагина. Я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях этой недели. Начнем. Андрей Турчак набрал более 74 процентов голосов избирателей и одержал победу на выборах главы Республики Алтай. Как пишут эксперты, результат Турчака может вполне стать рекордным для региона в истории выбора высшего должностного лица. К примеру, за Олега Харахордина пять лет назад проголосовали около 59 процентов избирателей. На втором месте с большим отставанием от Турчака Александр Кириллов от ЛДПР. Он набрал чуть более 10 процентов голосов. На третьем месте представитель партии «Родина» Олег Добрынин. У него более 6 процентов голосов. Добавлю, что выбирали в Республике Алтай не только главу, но и депутатов Госсобрания. «Единая Россия» одержала победу во всех одномандатных округах Эл-Кур-Алтай. А теперь к выборам в Алтайском крае. Спокойно и в хорошем смысле скучно, так как характеризовали минувшее голосование общественные наблюдатели региона. Напомним, выборы в нашем крае были далеко не столь масштабными, как у наших соседей в республике. Но, тем не менее, 202 общественника следили за ходом голосования непосредственно на участках. Были ли зафиксированы нарушения и кто одержал победу на довыборах в Краевое законодательное собрание, расскажем далее. В Краизберкоме итоги выборов в ЭКЗС по 21 округу уже подвели. Победу одержал Единоролс Евгений Григоренко, набравший почти 53 процента голосов. У Оксаны Молодых из «Справедливой России» более 26 процентов, у Игоря Стронцова из «Новых людей» чуть более 8. Григоренко победил, как в обычном голосовании, так и в дистанционном. По явке немножко ниже, чем явка на ДЭК за президентские выборы, за губернаторские. Но причина в том, что у нас не трехдневное голосование было однодневное. Поэтому, как бы все спокойно, хорошо, выборы прошли законно, прозрачно и легитимно. Правда, по словам Алексея Чеснокова, несколько инцидентов все же было зафиксировано и связаны они с агитацией. Устраненным нарушением являлось нарушением порядка агитации, когда был выставлен бюллетень с галочкой за определенного кандидата. Соответственно, это все устранилось по первому же звонку. Всего на выборах в Алтайском крае работало 202 общественных наблюдателя. Они проводили в том числе телемосты с нашими соседями, республика Алтай. Я у них был в гостях буквально позавчера. Мы с ними работали до этого, в течение месяца. Обменились информацией по дистанционному электронному голосованию. И вчера у нас было два подключения, когда выборы уже завершались. То есть мы свели часы, обговорили опыт, обговорили проблемы, которые возникали. Из того, что действительно было озвучено, ну, несколько материалов они направили в правоохранительные органы. Ну, а что касается Алтайского края, добавлю, самые масштабные выборы состоялись в Бийске и Барнауле. Явка в краевой столице составила почти 13%. В Тонкограде около 14%. Победу на довыборах в городскую думу тоже одержал представитель «Единой России». Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Воспитатель детского туберкулезного санатория Барнаула стала фигурантом уголовного дела. Объяснение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Напомним, накануне в сети появилось видео, снятое в феврале этого года, на котором воспитатель жестоко обращается с девочкой из детского дома. Одним из сотрудников детского туберкулезного санатория города Барнаула, в чьи обязанности входило воспитание несовершеннолетних, находившихся на санаторно-курортном лечении, было допущено жестокое обращение с пятилетней девочкой. Ребенок является воспитанником одного из центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей. И с января по март этого года девочка проходила лечение в медицинском учреждении. На данный момент прокуратура и следственный комитет проводят проверки. Также правоохранители выясняют обстоятельства другого инцидента, который мог произойти в этом же санатории. Накануне жительница края пожаловалась на то, что после лечения в туберкулезном санатории ее сын начал терять зрение. Якобы его избивали другие дети. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. К другой теме. В Барнауле обвинили сеть автосалонов в мошенничестве на 50 миллионов рублей. На данный момент завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении автомобильных мошенников. Команду возможных аферистов, состоящую из 20 человек, теперь ждет судебное разбирательство. По данным следствия, обвиняемые придумали и успешно применяли хитроумную схему. Предлагали покупателям заманчивые сделки, новые машины по заниженной цене или обмен старых транспортных средств программам трейд-ин и утилизация. Желающих купить авто по якобы более выгодной цене вводили в заблуждение касаемо стоимости продаваемого авто, а также условий покупки и кредитования. В результате махинации 121 человек лишились около 50 миллионов рублей. И к другой теме. Более 700 животных удалось спасти во время пожара в барнаульском приюте Бусенко на этой неделе. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. Власти города взяли на контроль восстановление приюта. Подробнее об инциденте расскажет Данил Кузнецов. В семь вечера в пожарную часть поступает вызов от приюта животных Бусенко. Спустя примерно 10 минут огнеборцы уже начинают тушить крышу, кровлю и стены здания. Несколько людей помогают выносить кошек. Личным составом было эвакуировано более 700 животных. Ликвидировали открытое горение примерно за полчаса. Огонь задел 150 квадратных метров. Специалисты пока не говорят о причинах возгорания. Однако работники приюта считают, что это случайное стечение обстоятельств, которое началось из-за котельной. Скорее всего, это искра от печи и были стройматериалы возгораемые легко находились в непосредственной близости. Их просто не успели отнести. Обгорели две комнаты на первом этаже. На втором ярусе частично упал потолок из-за воды, которой тушили пожар. Дым был чуть ли не во всем помещении. Поэтому кошек буквально выпускали из окон и из последних сил выносили, несмотря на запреты полиции и огнеборцев. Я понимала, что без меня они просто не выберутся, у них нет никаких шансов. И о себе я думала тогда в последнюю очередь. Естественно, и пожарным, и полиции не нужно было, чтобы здесь еще кто-то погиб, сгорел. И в основном они занимались тем, что они следили за мной, чтобы я сюда обратно не забежала. Но получалось у них это слабо. Закончилось это все тем, что я со стресса, либо все-таки надышалась, я потеряла сознание. И только тогда им удалось меня увезти в скорую помощь. Выбирали? К сожалению, все равно девять кошек спасти не удалось. Это для нас большая трагедия. Тех кошек, что спасти удалось, переместили после пожара в целые комнаты. Сейчас по несколько особей ютятся в одной клетке. Часть отдали на передержку. Еще несколько сбежали, попутно поцарапав спасителей. Кто-то самостоятельно выходил и спокойненько вот здесь ожидал на диване. Ну вот у нас за моей спиной находится диван. Кто-то наоборот прятался, и мы находили его только спустя три часа после пожара. Кто-то, естественно, был в диком стрессе, и, соответственно, это сказывается на наших руках. Может быть, на мне это не так сильно, у мужа моего вспорят руки, у меня вот пальцы большие. Переместить животных некуда, поэтому они, скорее всего, останутся в приюте. Для этого волонтеры сейчас делают генеральную уборку. Помочь все неравнодушные могут, перейдя по QR-коду на экране или переводом средств на эти телефоны. А помощь очень нужна. Тем временем власти Барнаула уже взяли на контроль восстановление помещения. Чем быстрее здание отремонтируют, тем больше шансов, что животные смогут пережить эту зиму. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Живодер Зверский избил и живьем закопал собаку в землю. Приговор по громкому делу скандального частного дома престарелых в Рубцовске и продолжение дорожных войн в Бельмесево. Все подробности происшествия минувшей недели расскажет моя коллега Юлия Щепина. В Первомайском районе Живодер Зверский избил и заживо закопал бездомную собаку. Собака Зина пролежала в земле два дня, но, вопреки всему, выжила. Эта женщина-волонтер. Для обеспечения безопасности мы вынуждены изменить ей голос. Зину искали целенаправленно. После того, как она не пришла на кормление. Так четвероногая выглядела до чудовищной истории с погребением. Хвостатую выходили, однако она все же лишилась второго глаза и стала слепой. Лечение предстоит еще долгое и дорогостоящее. По словам волонтеров, на спасение уже ушло порядка 200 тысяч рублей. И, конечно, люди хотят привлечь виновного к ответственности. А в Рубцовске вынесли приговор по уголовному делу скандального частного дома престарелых, где стариков морили голодом и держали в антисанитарии. Телефона вообще не было. Вот я не видел, что у кого-то там был телефон. Когда сюда переселили нас, дочка приехала, говорит, я говорю, что ж вы ни разу не навестили. Мы, говорит, сколько раз приезжали, нас не пускали. Напомним, эта история прогремела два года назад. Как утверждают местные жители и сами старики, каждую неделю в интернат приезжал катафалк. Это крики, они такие вот, вроде о помощи просят. Ой, ой. Я думаю, да что там с ними делают. Следствие установило, что 59-летняя осужденная организовала частный дом престарелых в 2017 году. В приюте не было достаточного количества продуктов, лекарств. За лежачими больными должным образом не ухаживали. У некоторых не было постельного белья. В здании были нарушены требования пожарной безопасности. 10 сентября 2024 года суд признал трех предпринимательниц виновными в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», совершенные группой лиц по предварительному сговору. «Основательницы преступной деятельности наказания в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Ее взяли под стражу в зале суда. Двум другим соучастницам назначено по два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и два года и шесть месяцев со штрафом 100 тысяч рублей каждой». Кроме того, всем женщинам запретили заниматься этой деятельностью на срок от двух лет шести месяцев до трех лет. А мы переносимся в поселок Бельмесева. Гора земли перекрыла дорогу жителям нескольких улиц. Люди боятся за свои жизни, ведь в случае чрезвычайных ситуаций спецслужбы не смогут к ним проехать. «Прошло уже полтора месяца с того момента, как мы боремся за дорогу». По словам жильцов, ответственный за перекрытие предприятие «Апарель», руководитель которого считает дорогу своей. Пешеходный проход в сторону школы открыт, а комфорт и удобство жителей поселка нас интересуют более, чем кого-либо. И мы заботимся об этом на протяжении уже почти 33 лет. Дорога по улице Весенний отсутствует на всем протяжении, за исключением участка вдоль домов 14-20. В настоящее время мы ведем строительство дороги по улице Весенний от участка номер 14, чему активно препятствуют владельцы участков 4 и 6, строящие дома на продажу, а также отдельные граждане с поля для многодетных семей, желающие выезжать со своих участков без дорог не через улицы Солнечная, а через микрорайон Радужный. Однако жильцы по-прежнему утверждают – дорога общего пользования. Часть дороги они делали за свой счет, а аппарель никакого строительства дороги не ведет. Что касается администрации, они на заявление ответили, что не усмотрели никаких нарушений. Но этот ответ администрации перехватила прокуратура. Уж не знаю, как они это сделали. Пригласили человека, писавшего заявление, он туда приехал. Они уже опросили Воробьева Владимира Константиновича, он ответил, что это не он вообще сделал. И мы предоставили им видеодоказательства того, что это сделал все-таки он. Прокуратура, по словам жителей, до ноября обещает решить эту проблему. К этой теме мы еще обязательно вернемся. Юлия Щепина, День с толком. Людмилу Авдюхину, бывшего руководителя Барнаульского жилфонда, оставили под арестом. В СИЗО женщина пробудет до 10 октября 2024 года, сообщает Амител. По словам адвоката Авдюхина Николая Городилова, защита подаст апелляцию, так как сейчас практически отсутствуют какие-либо риски для следствия в случае освобождения Авдюхиной из СИЗО. Меры пресечения женщине продлили на 24 дня. Напомним, бывшего директора Барнаульского жилфонда подозревают в том, что она присваивала денежные средства клиентов, причем это были крупные суммы. Задержали Авдюхину далеко от России. В 2023 году она обосновалась в Аргентине и зарабатывала там тем, что варила блюда русской кухни и продавала их в одном из магазинов. К другим темам. Новый мост в Барнауле ждет большая проверка. Обследование сооружения – мера необходимая, так как сейчас встает вопрос о грузоподъемности и его техническом состоянии. Накануне стало известно, что диагностикой займется компания из Новосибирска. Подрядчик должен сделать не только диагностику самого объекта, но и его подводной части. Необходимо будет оценить прочность металла, бетона, состояние лакокрасочного покрытия. Итоги ранее проведенных обследований также проанализируют и дадут рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста по необходимому ремонту. На эти цели регион выделит почти 8 миллионов рублей. Верховный суд вынес приговор в отношении бывшего директора военно-патриотического детского центра «Десантник». Инцидент произошел почти три года назад в Славгороде. Напомним, на тот момент мужчину сняли с должности и возбудили уголовное дело за присвоение и растрату бюджетных средств. Чем закончились трехлетние судебные тяжбы? Смотрите в материале Марии Костылевой. В 2021 году бывший тренер и бессменный руководитель военно-патриотического клуба «Десантник» сложил свои полномочия. Точнее, ему пришлось. К клубу, где готовили детей в армию, начались вопросы со стороны администрации. Тогда мужчину обвинили в растрате бюджетных средств. Напомним, уголовное дело возбудили из-за незаконного начисления зарплаты одному из инструкторов клуба. Еще одной причиной стало невыполнение муниципального задания по посещаемости детей, а также добровольная родительская плата, которая шла якобы мимо кассы. Несколько лет назад наша съемочная группа уже встречалась с тренером. Мужчина пояснил, чужого не брал на эти деньги, клуб и существовал. Потому что бюджетных хватало лишь на оплату зарплат и коммунальных расходов центра. То, что касается зарплаты сотруднику, этот факт, по его мнению, недоразумение, в котором не разобрались. Короче, он больничный лист не привез, а за меня в это время оставали методисты, я оставалась за директора. И, в общем, начислили ему как зарплату, он там 15 тысяч. Я думал, по электронке, говорит, придет, но не пришел. И все пришло через кассу комитета, бухгалтерию, бухгалтерию. У нас только денег набегало, по 350 тысяч в год, в небюджетный, насчет этого жения. Я же не в карман себе вложил, договора по жертву, они все есть у нас. Суд первой инстанции в Славгороде вынес обвинительный приговор. Затем апелляция в Барнауле и касация в Кемерове, без изменений. Все это время пожилой мужчина был под подпиской о невыезде. Однако в начале осени Фемида все же встала на его сторону. Валерий Сычев более 30 лет. Посвет посвятил патриотическому клубу. На момент случившегося до пенсии ему оставалось всего несколько месяцев. Оправдательный приговор на руки пока не получил. Но уже в ближайшее время собирается вернуться в Славгород. Только на этот раз в роли истца, а не ответчика. Мария Костолева, День с толком. Будем наблюдать и оценивать. Так прокомментировал изменения, связанные с продажей алкоголя на территории края, начальник управления по развитию предпринимательства Алтайского края Антон Слободчиков. Напомним, что с 1 сентября в так называемых наливайках, которые расположены в жилых домах, спиртную можно будет продавать лишь до 22 часов. В торговых сетях время продажи напротив алтайские депутаты на час увеличили. С 21 до 22 часов. Антон Слободчиков прокомментировал, принесут ли изменения дополнительную прибыль торговому бизнесу. Эти два направления бизнеса уравлены теперь в возможностях своих. И конкуренция теперь покажет, кто из них выживет. Мы ожидаем, что и от социальных, в том числе напряженность, в связи с тем, что в этих барах всегда образовывалась, зачастую или не образовывалась такая напряженная обстановка, снизится. Потому что, ну, часть из них закроется просто объективно, потому что, ну, официально нужно будет купить и дешевле, и, может быть, даже и качественнее спиртное для удовлетворения, так скажем, своих потребностей. Получить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги станет проще. Алтайский край в этой сфере столкнулся с двумя проблемами. Лишь небольшой процент людей оформляет налоговый вычет на спорт. И второй момент. Фитнес-центры не стремятся попасть в список, который позволяет жителям получать выплаты за оказанные услуги. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Два года назад любителям спорта сообщили, что за их тренировки можно получить налоговый вычет. С первых слов звучит все довольно-таки неплохо. Однако многие столкнулись с одной, но очень явной проблемой – оформление вычета. Это сбор необходимых документов, заполнение заявлений на госуслугах. Как итог, уходило много времени, финансов и пару нервных клеток. Теперь же все будет проще. Мы просто-напросто в том учреждении, где получаем соответствующую услугу, можем сделать заявление. И уже сама спортивно-здоровительная организация, где мы занимались, она подает по утвержденной форме в электронном виде соответствующее заявление в налоговый орган о предоставлении вычета. И налоговый орган уже нам в личный кабинет налогоплательщика, что важно, да, здесь именно в личный кабинет налогоплательщика выгружает предварительно заполненное уже заявление за нас. И нам нужно только его утвердить. Такая схема о получении налогового вычета будет действовать с 2025 года. Тем самым получить выплату будет намного проще. Возможно, одна проблема решена. Осталось выяснить, почему наши спортивные организации не рвутся попасть в список тех, чьи клиенты могут воспользоваться таким бонусом. Таких в краевой столице всего 28. Но несмотря на это, спорт все равно набирает обороты. За последние 4 года в городе Барнаули было 29 видов спорта. Сейчас развивается в учреждениях муниципальных 33 видов спорта. Последние виды спорта, которые мы ввели, это вольная борьба, лыжные гонки, самбо. Отметим, что с этого года в список спортивных организаций, чьи клиенты могут оформить налоговый вычет за спорт, вошло чуть больше 4000 организаций по всей России. Сейчас будет прорабатываться вопрос, чтобы алтайские центры спорта также были в этом списке. Решив эти две проблемы, налоговый вычет за спорт будет актуален и в нашем регионе. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Еще одна назревшая проблема. Жители Барнаула жалуются на автолюбителей, гоняющих по центру города. Особый дискомфорт они доставляют в вечернее время. Рев мотора мешает спокойно гулять и пугает прохожих. К тому же такой стиль вождения попросту опасен. В минувшие выходные на проспекте Ленина 21-летний водитель, управляя автомобилем Лада Приора, не справился с управлением и наехал на рекламный щит, после чего автомобиль перевернулся и только чудом никто не пострадал. Барнаульцы рассказали все, что они думают о таких любителях быстрой езды. Я живу вот здесь, в голове на партизанской. Просто взрыв какой-то такой. Ну, очень неприятно и мешает очень сильно. Никакие даже самые сильные пластиковые окна не помогают. Очень мешают. Потому что, я не знаю, такой рев сумасшедший. Ну, как, ну, шумно, конечно. Шумно. Должны местные власти об этом думать и, наверное, с юридической стороны прорабатывать этот вопрос. Я считаю, что это некомфортно не только на Ленина. Это некомфортно, в принципе, по Барнаулу, потому что это большие громкие звуки, маленькие дети спят, бабушки, дедушки. А в этом районе живут в основном только бабушки и дедушки, да. И я думаю, что им некомфортно. Опасно. Иногда даже страшно со стороны наблюдать. Прежде всего, это небезопасно. Не для самих гонщиков, но и для людей, которые непосредственно участвуют в движении. И, конечно же, да, это мешает. Это и пугает и маленьких детей, и также доставляет дискомфорт взрослым людям. Я, если еду, вижу, что человек с коляской едет. Мужик с ребенком, с женой может. Я в сцеплении на нейтралку поставил, заглушил, прокатился, там завел. К другим темам. Пока горожане ведут споры о том, кому в начале осени в квартирах холодно, а кому жарко, в мэрии решили, что подавать тепло в жилые дома начнут 16 сентября. На совещании отметили, что уже несколько заявок поступило от руководителей детских садов города. Напомним, социальные объекты, которые технически готовы к старту отопительного сезона, могут начать получать тепло по заявкам. Что касается жилого фонда, акты готовности к зиме получили более 80% многоквартирных домов. Готовы к холодам также 91% учреждения здравоохранения. А в целом паспорт готовности к зиме Барнаул планируют получить не позднее 15 ноября. Где карпы зимуют – вопрос, который уже второй год волнует барнаульцев. Куда переселят на зиму обитатели пруда парка «Изумрудный», рассказали горожанам. Прошедшую зиму рыбу пережили благодаря специальному аэратору. В этом сезоне при наступлении холодов карпов отправят на зимовку в специальный водоем, а весной 25-го вернут обратно. За это время пруд почистят, уже сейчас воду выкачивают. До конца октября его планируют осушить и привести в порядок. А после начать заливать чистую воду из скважины. И, кстати, каждый рубль, вложенный в развитие «Изумрудного», дал 8 рублей прибыли. Об этом не устает говорить руководитель парка Владислав Вакаев. И прибыль – это даже не финансовая, а увеличение продолжительности жизни горожан, которые активно проводят свой досуг. Накануне в Барнауле подвели итоги работы в парке за 5 лет. Что уже сделано и что еще предстоит, расскажем в следующем сюжете. Это кадры 2019 года. Сколько было совещаний, собраний, споров, причем как у общественников, так и у специалистов по поводу реконструкции, того, каким парк должен стать после. Концепцию разработали общественники, губернаторы и городские власти ее поддержали, в том числе финансовой. В парке началось преображение. «Начали мы с одного знакового объекта, вот еще в 2020 году, это велопешеходная дорожка. По периметру парка прошла, и были даже жалобы, «Ай, так тесно, тут много людей». Действительно, это еще раз подтвердило, что мы идем в правильном направлении». Позже расширили внутреннюю сеть дорожек. К третьему году благоустройства приступили к самому ценному объекту. В Изумрудном появился пруд, площадь возле него и комплекс визит-центр. Четвертый год ознаменовал строительство амфитеатра и зеленого пляжа. Параллельно с этим каждый год мы проводили еще важную работу по восстановлению зеленого каркаса нашего парка, потому что все-таки парк, мне надо забывать, это деревья. Это, в первую очередь, зелень. И, соответственно, здесь тоже была зелень много пострадавшей. И поэтому мы что делали? Мы как раз провели масштабные высадки крупномерных деревьев. Порядка полутора тысяч с учетом деревьев этого года высажено. В этом году в Изумрудном появился пешеходный фонтан, спортивная площадка, парковка со стороны проспекта Сибирского, шахматный павильон, куда может зайти любой. Кстати, за пару месяцев, рассказывает Владислав, не пострадали ни столы, ни шахматные фигуры. Тут даже есть инфракрасный подогрев, чтобы он еще, в октябре будет прохладно, он будет чуть-чуть подогревать. И это еще раз подчеркивает, что люди готовы к нормальным благоустроенным пространствам. То есть нет вандализма, нет воровства. Нельзя сказать, что реконструкция парка завершилась. Она продолжится. В следующем году в Изумрудном планируют установить павильоны для продажи сладостей. Появится новая инклюзивная детская площадка, будут высаживать новые деревья, да и надо следить за сохранностью всего созданного. Ведь Изумрудный, по сути, опытная площадка, которая выстрелила и показала себя с лучшей стороны. Барнаульцы все говорят, мы хотим свой Изумрудный у себя в районе, да, ну или там где-то поблизости от своего дома. И поэтому сейчас вот этот девиз «Мы хотим свой Изумрудный» он актуален. Изумрудный в каждый уголок города Барнауль. Ну да, да. Ну как минимум нужно, чтобы несколько подобных парков появилось в городе. И тогда мы эту тему общественных пространств закроем и, соответственно, повысим и качество жизни барнаульцев. И создадим, ну, скажем так, дополнительные возможности для развития города. Есть вероятность, что тот самый департамент управления парками в Алтайском крае все же появится. По словам Владислава Вакаева, в конечном итоге к этому приходят все регионы страны. Ведь с помощью департамента проще управлять парками, необходимой для работ техникой, а также людьми. Он поможет все возникающие парковые вопросы решать более оперативно и эффективно. Будущее, в том числе Изумрудного, за этим. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Что ж, такой мы запомним эту неделю. Я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните, рассказывайте о том, что вас волнует. Ну, а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания Валар. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Продолжение следует...